Я сейчас в Сергеевом, так у меня не получилось к Игнатию Тихоновичу уехать, а вот жалею, конечно, но с другой стороны, наверное, за все, слава Богу, вот, узнаю свои, все равно узнаю свои, аж, как сказать, в чем мне каяться надо, вот, самое главное. Да, мы с ним договаривались, что я приеду, но я так и не приехал, а еще на крещение, когда у них когда-то в июле, Сергей, брат, вот, очень рад, рад, рад вас слышать. Вот, что вы живы, помогаете Игнатию Тихоновичу нам через него, вот, вот, Игнатий Тихонович сейчас не выходит в скайп, вот, я еще давно уже не смотрел, тут закрутился, у меня много нерешенных вопросов появилось, как Игнатий Тихонович любит говорить. Вот, решил, я в Сергеевом Посаде сейчас уже давно, вот, уже весь летом, и весну, и вот уже даже решил здесь жилье некоторое купить, но средств у меня не хватает, полноценное жилье. Ром, Ром, секунду перебью, а вы, не знаете, есть Алексей в Сергеевом Посаде делает доски для икон? Для икон Алексей, нет, не знаю. Я знаю, реставрируют мебель, а человек, Тимофей его зовут, Алексей не знает. Нет, нет, я не тот. Ну, это я на всякий случай. Ясно. Нет, не знаю. И, вот, и вот уже решил, вот, приобрести, хотя бы, думаю, может, гараж. Буду утеплять его этот, вот, но все равно тут много работы, конечно. Почему решил в Сергеевом Посаде, потому что Москва много работы, и Московская область тоже, вот, здесь проще выжить, жить, так вот, жить проще, конечно. Ну, я бы не сказал, где жилье, где проще. Я не знаю, кому-то. Ну, да, наверное, как, вот, так, вот, да, я, вот, как бы, учусь у вас тоже мужеству, вот, вашей находчивости и трудолюбию, что вы, вот, тоже пишите иконы, вот, вот, так вот, таланты находите в себе. Ну, ну, нас Господь будет спрашивать за таланты, надо искать себе, надо, как бы, это самое, подвигать себе, вот, к поиску талантов. А мы просто многого не знаем о себе. Вот так. Да. Я никогда и не думал, что я сайты умею делать, а начал, и раз и сделал сайт, и оттуда, и отсюда. Надо всем себе в топ. Да, вот я тоже себя уже пробую. Сейчас вот в торговле себя пробую. Вот, как бы, нравится, получается. Я всегда думал, что мне это будет нравиться. Просто не пробовал, а тут стал пробовать, получается. Вот. Ну, так, не самый лучший, конечно, отторговый, я продавец, но все-таки есть. Вот. Так вот. И, вот, конечно, а вы знаете, когда Игнатий Тихонович появится в Скайпе, чтобы можно было поговорить насчет... Я думаю, через недельку он уже будет в Скайпе. Они сейчас в деревне там дорогу достраивают, им надо песок сейчас, да. Там, там, КамАЗы должны песок им на дорогу привезти. И вот они его сейчас песок... Да, я вот все думаю, как бы, может быть, к нему... Вот, ну, я знаю, что они работают, работают, и вот все думаю, что же я-то не приехал. Сейчас бы я все это помогал, все сейчас сделал. И я смотрю там тоже, получается, воспитательный процесс тоже с братом Никитой. И, главное, вот, и у меня то же самое, у меня те же самые нерешенные вопросы, как и у Никиты. И со мной, главное, так же поступают, вот как Игнатий Тихонович. Я думаю, ву, как интересно мне Господь говорит. Вот. То есть через других людей, вот, хорошие люди мне попадаются. Я не сразу понимаю, конечно, что они хорошие, сопротивляюсь, как-то так. Меня там что-то прижимают, меня ограничивают. Оказывается, потом смотрю, Игнатий Тихонович тоже так же ограничивает, там, Никиту, там, вот. Ну, у него, конечно, помягче немножко, он как-то, ну, вот. Но, с другой стороны, все хорошо, что не делается. Все, слава Богу, все, слава Богу. Вот, вот так вот. Интересно. А вам сколько лет, Ром? Мне уже 37. Уже еще, мне еще 37. Вот. Так вот. Ну, да, еще, наверное. Еще 37. А кто наши, вот, предки наши? Они жили там по 900 лет, так что нам еще... Еще так вот. А, это как Женик Бобальзаминов. А он говорит, да что, при хорошем здоровье можно и 350 прожить. Да. Да, если это хорошее здоровье, конечно. Что бы не пожить-то? Да, еще что пожить-то. И еще интересно тоже, брат, я вот себе тоже нахожу уже давно, что я себе столько болезней придумываю сам. То есть от мыслей своих вот сам накручиваю, накручиваю. И сейчас вот уже себя учу не накручивать себя. А наоборот, как бы уговаривать, что это все быстро заканчивается. И все действительно быстрее все заканчивается. Так интересно. А я, знаете, как я, насквозь весь больной, а стараюсь других убедить, что я здоровый человек. Да. А мне не верят. А я почему-то верю. Хотя потом смотрю на себя, мама дорогая, я знаю, трупу, папа. Так я здоров. Да, вы молодец в этом отношении. Да, правильно. Ой, брат. Вот. Ну, не смею вас больше беспокоить. Да ничего. Вот, брат. Вот, звоните, если что. Вот, с удовольствием поговорю с вами. Вот, если буду, ну, как бы возможность будет. Вот. А то у меня не всегда возможно сейчас. Вот. Ну, стараюсь тоже, как Игнать Сихонович, поменьше, поменьше. Вот, общаться по телефону. Вот так. Да, хорошо, Ром. Звоните. Будет время звонить. Ой, брат. Утешение такое. Спасибо, Господи. Вас. Всего доброго. С Богом. С Богом.